Всем добрый день! Что-то я прям вся раскраснилась на сегодняшнем эфире, сегодняшняя работа. У нас 30 минут с вами свободного времени, и мы как раз поговорим на тему сигналы тела. Именно эту тему вы выбрали, когда писали, на какую тему провести данный эфир. Ну что же, присоединяйтесь, пожалуйста. Поговорим сегодня на тему сигналы нашего тела. Значит, к сигналам нашего тела относятся все, что тело пытается нам сообщить через, например, у вас нет настроения, это сигнал от тела. У вас возникли какие-то выделения, это сигнал от тела. У вас вздутие, сигнал от тела. Болит голова, сигнал от тела. Сухость во рту, сигнал от тела. Отсутствие, вы понимаете, что вы не пьете воду, и это тоже сигнал от тела. Какие еще есть сигналы тела? Снижение либидо, это сигнал от тела. Вы знаете, каждый, вот сейчас каждый человек, который приходит ко мне на консультацию, он мне начинает с того, что мне пишет свой диагноз. Мне пишет свой диагноз и хочет, чтобы я как бабка-гадалка, но кто-то мне присылает свои анализы, кто-то не присылает. Но вот смотрите, у всех стоят в основном диагнозы, поставленные им, когда-то врачами. Диагнозы это хорошо. Диагнозы это кто-то поставил, и многие люди живут с этим диагнозом, начинают мне рассказывать, начиная от своего рождения, какие у них диагнозы есть, либо там год, либо два, либо три. А я их спрашиваю, у меня такой вопрос, а какой у вас запрос по здоровью, по настроению, вот запрос какой? И вот этими запросами, это не потому, что я не могу разобраться с диагнозами. Окей, могу, но вот это же не проблема, это всего лишь тело вам хочет что-то сказать. Это называется сигнал, потому что сигналами от тела еще до постановки диагноза у вас этих сигналов очень много. Прыщи, причем регулярные прыщи, или регулярные прыщи перед месячными, или болезни живота, низ живота перед месячными, или сигнал на тело, что вы не ходите в туалет по-большому, или выпадение волос, то есть это тело так разговор... Вот бессонница, это тоже является сигналом для тела. Да, вопрос. Здравствуйте, у вас есть медицинское образование? Здравствуйте, у меня есть медицинское образование, сертификация, дипломы, много разных дипломов. Вы можете все это найти в моем профиле, там есть такое дипломы, и посмотреть. Да, у меня есть медицинское образование. Давайте сегодня с вами быстренько, за 20 минут, постараемся в блиц... Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Вы пишите ваш либо запрос, либо сигнал от тела на сегодняшний день. И я вам скажу, куда копать, где это направление, как расшифровать язык вашего тела. Кстати, лень заниматься по утрам и выходить на зарядку, это тоже сигнал от тела. Это тоже все не просто так. Лень, это тоже не просто так. Ольга, речь о психосоматике и о психосоматике в том числе. Да, вчера у нас был эфир по поводу того, что тело хочет сказать этим. Ну вот давайте. Запор, сигнал от тела, запор. Либо женщина полный контроль. Женщина вот все держит под своим контролем и не дает себе расслабиться. Значит, расслабьтесь, начните ходить попой по полу, пейте больше воды, одна чайная ложка псиллиума на стакан воды перед сном, как регулярно, если бы привыкли все контролировать. Волосы выпадают больше, чем обычно. Это говорит о том, что не хватает питательных веществ и нарушения. Вот кровь достаточно ненасыщенная, чтобы питать волосяные луковицы, идет нарушение кровообращения волосяных луковиц. Либо у вас густая кровь, либо у вас кровь непереносчик кислорода и питательных веществ. Либо идет такой зажим сзади, вот такая сутула, сидячая работа, либо голова вниз, что нарушается кровообращение всей головы в том числе. Поэтому устраняем дефициты, добавляем воду, добавляем движение всему телу, делаем ежедневный скальп головы, вот то, что мы делаем по утрам. То есть разгоняем свое тело. Дефицит микроэлементов прекрасно, а здоровен плюс три у здоровья. Так, боль в правом боку. Ну это как? Да, вот смотрите, после чего такая боль произошла? Вы быстро ходили, вы бегали, боль постоянно. Боль под правым подреберьем, что вы поели? Это же может и печень вам дать сигнал таким образом. Жировик на нижней кисти левой руки. Нарушение работы, значит, жировики на самом деле, это скопление токсинов, ухудшение снова кровообращения и в соединительной ткани. То есть, возможно, какое-то повреждение, возможно, рука в одном, в каком-то положении идет. То есть, жировик, либо он уже совсем большой, вы можете его вырезать, идете к хирургу. Если он небольшой, то вы можете использовать эфирные масла. Дальше. Лень медлить. Смотрите, опять вы пошли мне писать свои диагнозы. Подождите, вот Ольга пишет, эндометриоз. Олечка, от наступления болезни до симптоматики прошло 10 лет. Вот прям реально, 10 лет прошло. То есть, 10 лет вы планомерно шли к эндометриозу. Но у вас сегодня, у нас вопрос, сигналы тела. Вот на сегодняшний момент, какой у вас сигнал тела? Эндометриоз тоже поддается лечению. Давайте разберем сигналы тела. Лень и медлительность. Лень и медлительность. Может быть связано, у вас лень утром, либо лень вечером. Вы утром ничего не хотите, либо у вас вообще нет желания жить. Не хватает серотонина, дофамина, пяти гормонов счастья. То есть, не хватает этого. Вполне возможно, у вас дефицит серотонина. А дефицит серотонина, это, смотрите и записывайте, это у нас гормон радости. Он у нас с утра очень хорошо. То есть, гормон утренней радости, это у нас серотонин. Это обратная сторона медали от гормона мелатонина. Если вы хорошо и глубоко поспали, то утром вы проснетесь, и вот в этой практике проснулась, улыбнулась. Вот это как раз вырабатывается серотонин. Ходите в туалет по-большому, и в жизни вас ждет счастье. Произносите аффирмацию, все входит в мою жизнь, в легкость и радость и великолепие. И прям идете в красивый день. Можете себя заодно спросить. Тело, кто мы сегодня с тобой? Кто и что? Вот вы представляете, вы уже произносите эту фразу, и уже кайфуете. Кто и что будет вкладом, чтобы день прошел наилучшим для меня образом? То есть, вы уже даете установку, что день пройдет наилучшим для меня образом. Вот. И поэтому линиями длительность, если мы говорим с вами про серотонин, то я вам рекомендую утром использовать продукты желтого цвета. Обязательно. Значит, смотрите. Если вы делаете смузи, то добавьте, пожалуйста, половинку банана. Если вы даже соблюдаете мой зеленый день, то я во все свои зеленые смузи добавляю половинку банана. Это такой серотониновый удар. Делайте, пожалуйста, пшеную кашу с тыквой. Делайте, пожалуйста, себе свежевыжатый апельсиновый сок. Делайте воду с лимоном. Все, что есть желтого и оранжевого. Делайте, пожалуйста, смузи тыква, облепиха, водичка, я не знаю, либо апельсиновый сок. То есть тыкву кушайте, облепиха. Ну, доказано, что в коре облепихи как раз содержится природный серотонин. Также серотонин – это наше солнышко. И если у вас нету солнышка, если вам тошно, начинаете пить по утрам витамин D. В дозировке 7 я назначаю 5000 международных единиц. Если у вас меньше 30 по анализу, тогда 10 тысяч международных единиц. И тогда вы посмотрите, у вас сразу бодрость начнется. И не забываем, конечно, при этом спать. Слабость и сонливость – это то же самое. Тут нужно понять, что хочет ваше тело. Может быть, ваше тело хочет спать? Положите его, пожалуйста, спать, свое тело, до 23 часов. И постарайтесь выспаться. Боль в районе копчика. Вы упали, скорее всего, либо что такое случилось? Либо таз подвернулся, то есть лобковая кость уходит, и копчик уходит. Подарите себе, чтобы не доводить это до болезни. Идете к остеопату. Не к мануальному терапевту, а к остеопату. Это первое. И второе. Приходите ко мне в клуб молодости. По пятницам я провожу женское здоровье, и у нас там есть целая практика для таза. А еще в моем профиле есть три упражнения для женского здоровья. И таз, и копчик вы можете, ну, по крайней мере, его немножко оцентрировать. Поставить вам его может только специалист. Аллергия вылезла на ногах, зуд сильный, супрастин не помогает, потому что вы уже немножечко забили свою печень настолько, что у вас уже супрастин не работает. Вы к этой аллергии, как к симптоматике, вы шли к этому еще раз говорю 10 лет. Если вам нужно назначить лечение, то, пожалуйста, 10 марта программа детокса. Объявляю программу детокса. Мы будем работать на эфирных маслах. Если у вас есть вопросы, то мои коллеги ароматерапевты это проводят. 10 марта мы начинаем. Как раз будет у вас убывающая луна. Вот, и на убывающей луне лучше всего избавляться от кандиды, от паразитов, от бактерий, от вирусов, которые есть. И в том числе вы будете разгружать свою печень с помощью натуропатии и прекратите пить, наверное, этот супрастин. Итак, мы сегодня говорим с вами про сигналы от тела. Вот прямо здесь сейчас. Очень ломкие и тонкие ногти. Это тоже у вас дефицит микроэлементов. Витамина D, омега-3 и можете пропить Моэздоровин. Про волосы это я говорила. Нас макрас полгода. Мы сегодня говорим про симптомы, про сигналы тела. Сегодня. Не раз в полгода, а на сегодняшний день. Про апатию. Вот прямо здесь сейчас. Проанализируйте, пожалуйста, что хочет вам сказать ваше тело. Каждую ночь пробуждения в одно и то же время. Приблизительно в 4 часа. Значит, в 4 часа. С 23 до 3 у нас работает. Дайте... Так, значит, вы смотрите. Циркадные ритмы. Есть такая схема циркадных ритмов. Это наши биологические часы. И смотрите, в какое время вы просыпаетесь и в какое время работает ваш конкретный орган. И понимаете, что, например, в это время у нас работает печень и желчный пузырь, в это время у нас работает кишечник, чтобы потом опражниться, либо это время у нас мочевого пузыря. Значит, вы понимаете, что вы пьете воду либо в течение дня, либо ее очень сильно начинаете пить именно перед сном. Так. В носоглотке ощущение запаха от сигарет. Хотя не курю, и домочадцы тоже не курят. А тогда откуда знаете, что это запах сигарет у вас внутри? Колики по телу, нервное напряжение. Отлично. Значит, колики по телу и нервное напряжение. Какая у вас есть... Есть у вас сейчас возможность сесть просто и подышать. Пройти, закрыть глаза, начать дышать и просканировать свое тело. Сверху вниз, прям от кожи головы. От кожи головы пробежается все свое лицо, плечи. Прямо начинаете сидеть, вдыхая. Тут идеально работают эфирные масла. Посидели, подышали, прям одну минутку. Одну минутку и сканируем. Расслабляем лоб, расслабляем глазки, расслабляем щечки. И вы в этот... Когда вы придете в себя, то есть вы убираете вот это состояние нервозности, вы потом спрашиваете у своего тела, что это было? Что это было? Что за колики? Может быть, вы что-то съели, и у вас так отреагировал желудок. Может быть, что-то произошло, либо вы сами себе это как раз и придумали, и заводите себя в этом состоянии. Лара спрашивает, просыпаясь по 2-3 раза ночью в туалет. Почему? Ну, потому что, наверное, вы перед сном много едите, и еще больше пьете. Ночью человек спит. В глубокой фазе сна человек спит, у него руки и ноги не двигаются, у него внутренние органы не работают, он просто спит. А сон – это маленькая смерть. Мертвецы не какают, не писают, они вообще по ночам не ходят, не просыпаются. Они спят, и организм в этот момент самовосстанавливается. Раны на коже. Сегодня у вас какой сигнал тела вам дал сегодня? Если густая кровь, что делать? Снимаем токсическую нагрузку, пьем воду и начинаем двигать, и кровь в том числе. Делаем дыхательную практику, чтобы насытить кровь кислородом. Едим меньше мяса, не каждый день мы едим мясо, это 100%, потому что белковая нагрузка крови и печени. Печень является кровотворным органом. Тревожные сны. Хорошо, это значит очень поверхностный сон, очень поверхностный сон, и голова продолжает работать. Попробуйте, я рекомендую здесь йога-нидра, дыхательная практика, эфирные масла на стопы, на затылок. Также, если у вас очень много мыслей перед сном, то сделайте такую практику. Берете блокнот, и эта практика называется фрирайтинг, и вы начинаете быстренько-быстренько записывать весь тот бред, который приходит вам в голову. Записали, все, выдохнули, закрыли, включили наушники, начинаем гышать, слушаем, например, наушниках йога-нидру, либо слушаем какую-нибудь мою медитацию, либо слушаем какую-нибудь музыку. Сколько-то герц вы слушаете, и благополучно начинаете засыпать. Чтобы хорошо заснуть, необходимо утром проснуться, и провести день достаточно активный. Поэтому есть квартет молодости. Именно поэтому каждое утро, в 8 часов утра, я делаю тренировку. И работаю с кишечником, с печенью, с поджелудочной железой, с мозгом, с легкими. Вот это то, что позволит вам весь свой организм запустить. Мы запускаем 12 систем и 6 основных органов. Так, сегодня какой вам сигнал дал тело? Каждое утро после просыпания насморк потом проходит. Значит, я прекрасно понимаю, что вы не понимаете, о чем я говорю. Вы рассказываете мне про свою симптоматику. Вы рассказываете мне про свои болезни. Вы не умеете слушать свое тело. Ну, например, каждое утро после просыпания насморк потом проходит. Это говорит о том, что вы спите в комнате с очень сухим воздухом, и слизистая пытается себя как-то обмыть. Собираются слизь, собираются сопли. Это первое. Второе. Вполне возможно, что вы едите слизообразующие продукты. К ним относится молочка перед сном, к ним относятся дрожжи и хлеб, к ним относятся сахар и ту сладость, которую вы едите. Также, если вы фрукты едите непосредственно перед сном, это тоже не есть хорошо. Образуется слизь. Слизь стоит во всех отделах выделительной системы. Так. Давайте еще быстренько. Еще быстренько. Как вы относитесь к голоданию? Прекрасно. Скачки давления до 180 раз в полгода врачи не нашли причину. Причина ваша печень, я про это писала. За давление и за работу сосудов отвечает печень. Тахикардия. Прямо сейчас у вас тахикардия. Вот прямо сейчас. Сигнал от тела. Тахикардия. И это говорит, это гипоксия мозга. Это то, что вы сидите в замкнутом пространстве, либо вы все сжались, а сжались в состоянии бить, либо бежать. То есть есть такое какое-то ощущение, либо вы боитесь, что вас обидели, либо вы хотите с кем-то побороться, например, со своим собственным телом, что не есть хорошо. Поэтому в этой ситуации я давала девушке, когда вот у нее вот эти вот колики начались по телу, и мы с вами расслабляемся. Расслабляемся. Начинаем дышать, вытягиваем тело, вытягиваем голову, дышим. Эфирные масла, например, та же самая лаванда, приводит в чувство. Можете нанести даже мяту. Мят это кипящий мозг. Можете прочесать свою голову, проглавить, и таким образом отвлечься от того, что вас привело к такой тахикардии. Так, хорошо, хорошо. Так, дальше. После поездки в Африку месяц болит голова. Тут бы я отправила бы вас на анализы, на какой-нибудь паразитоз. Очень много зандибара привозит паразитов. Про колики уже рассказала несколько раз. На сегодня, вот на сейчас. Сигнал от тела, вот на сейчас. Вот на сейчас. Как вы себя чувствуете? Эпштейн-бар. Правда, что можно вылечить питанием? Правда. Каша, стыква, да, вещь. Ольга пишет всю свою симптоматику. Всю свою симптоматику. Эндометриоз. Ну, это поясница. Болит в живот, внизу живота. Ольга, вам все-таки к вам, ко мне на консультацию. И мы будем уже заниматься лечением с помощью натуропатии. При частых тренировках, боль в яичниках, правая сторона. Хорошо, это не относится к сигналам тела, но хорошая задача. Значит, что это такое? Я каждое утро даю вам вытяжение. Каждое утро даю вам вытяжение тела. И мы вытягиваем каждую сторону, передние и задние стороны нашего тела. Значит, вполне возможно, вполне возможно, что когда вы выполняете упражнение, я не знаю, какую вы делаете тренировку, у вас прокручен таз назад, и ушла лобковая кость и скобочка. Когда мы делаем мои практики, я все время говорю, как прокручивать таз, как вытягивать тело. Потому что если мы с вами стоим вот так вот, и там, и делаем что-то по спорту, да, то у нас вот здесь вот фасции, и вот эти вот ткани мягкие, они не только снаружи, но они внутри всю нас перекрашивают и всю перетягивают. Поэтому поймите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, как вы занимаетесь, и как у вас стоит таз в это время, как у вас поясница в это время. Может быть, вы всю нагрузку берете на поясницу в том числе. Вот, и поэтому прям проработка. Так, давайте последний вопрос. Витамин D по 5000 единиц немного, 2000 недостаточно. Эльза, вы можете прислать мне свой анализ витамина D, и я вам тогда назначу либо 5000, либо 10. Если вы уже набрали по анализу 70-80, как анализ, то, пожалуйста, поддерживайте себя 2000. Но ко мне в основном обращаются по здоровью, и люди с какой-то определенной симптоматикой, у них точно есть дефицит. Вот, значит, после родов сидеть на твердом, больно, 5 месяцев, вы проверяли? Может быть, это геморрой? Как раз он послеродовой, либо это не поставил таз у нас на место? Значит, посмотрите. Благодарю вас за сегодняшний эфир. Я дала рекомендации и про кровь, и основное. Запустите 12 систем, 5-6 своих основных органов. Кровитворный орган – это печень, это кишечник, это поджелудочная железа, это легкие, это мозг. Очень важно, чтобы был запущен мозг. 12 систем – нервная, эндокринная, выделительная система. В общем-то, у меня есть целый такой шарик. Каждое утро мы этим занимаемся, и все рекомендации есть в моем профиле. Не доводите свое тело до болезни. Если вам поставили уже диагноз, значит, вы к этому шли планомерно 10 лет. Если вы хотите избавиться от этого диагноза, то все возможно по золотому правилу медицины. 10 лет мы себя калечим, а 1 год мы можем себя, за 1 год мы можем себя восстановить. Но для этого нужно не спихивать ответственность на врачей, на лекарства, или вот как сказать, какие бы мне таблетки попить, чтобы кровь была живая. Сказала уже несколько раз, кровь будет живая, если вы не будете ей мешать. Посмотрите, пожалуйста, пересмотрите свой образ жизни в том числе, потому что мы – это то, что мы есть внутри, и, соответственно, от вот этой несимптоматики, от этих сигналов тела, которые вы постоянно хотите какими-то таблетками заглушить, эти сигналы тела показывают, что внутри этого тела что-то не то, но что-то там на самом деле не работает. И от того, что происходит у нас внутри, мы начинаем срываться на других людей. Мы становимся более раздражительными, потому что мы ночью не высыпаемся. Или мы утром смотрим на себя в зеркало, и мы себе реально не нравимся. И вот давайте начнете вы с себя. Прежде всего с себя. Прежде чем вы будете там зарабатывать деньги и искать всякие курсы по зарабатыванию и по развитию личного бренда, начните со своего ресурсного состояния именно с утра. Все, благодарю вас. Отличного дня.